Так, ну разговаривать мы будем опять о вечном, о системах координат. Сколько раз мы о них начинаем рассказывать. Продолжаем так же. Что такое системы координат, что такое трансформации, ну и покажем на примере кадастровых данных, как с ними работать. Что нужно знать, когда вы работаете с Аргисом? Аргис всегда работает в какой-то проекции. Он предполагает, что ваши данные всегда находятся в какой-то системе координат. То есть он не работает на сфере. Он работает всегда, предполагая, что данные находятся в какой-то проекции. Что делать, если вы не знаете, в какой же проекции находятся ваши данные и как работать с такими данными в Аргис? Аргис позволяет вам работать с данными, даже если вы не знаете, в каких системе координат у вас находятся данные. Для этого у него существует такая специальная заглушка, проекция, которая называется неизвестная. Все, что вам нужно знать в этом случае, ну собственно те единицы измерения, в которых у вас данные хранятся дюймы, сантиметры, метры, без этого вы никуда не денетесь. Если все ваши данные находятся вот в этой самой неизвестной системе координат и все между собой согласованы, никто вам не мешает с ними практически полноценно работать, выполнять анализ, создавать карты, печатать и так далее. Но вы не сможете их использовать с другими источниками в других системах координат одновременно, не выполняя перед этим специальных подпрыгиваний. Ну, сейчас я опять-таки попытаюсь притащить к вам сюда на экран ArcMap. Открываем фрейм данных, система координат, нет системы координат. Вот это самое нет системы координат и вот эта функция очистить, вот у нас возьмем любую какую-то выбранную, функция очистить, предполагая, что вы во фрейме данных почистили систему координат. Соответственно, когда вы добавляете данные в неизвестной системе координат, Аргиз вам честно расскажет, что данные у вас находятся в неизвестной системе координат и, собственно говоря, спроецировать их автоматом он не сможет. Ну, честно, об этом по-русски даже пишет неизвестная система координат. Это не мешает вам, собственно говоря, взять их и отрисовать. Но у вас сразу посмотрите внимательно, где там у нас инструмент измерения, не вижу. То есть не работает инструмент измерения, не работает, например, неизвестный масштаб. То есть непонятно какой масштаб и какие единицы измерения. То есть первое, что нужно сделать в таком случае, ну, как минимум прийти вот сюда и сказать, что мы, собственно говоря, допустим, в метрах. И карта у нас, фрейм данных, эта карта будет в метрах. Тогда у нас все получается. Он показывает, что это все в метрах и мы получили масштаб реальный тех данных, с которыми мы работаем. Понятно, да? Так, уходим дальше в презентацию. Ну, то же самое, да, показали. Что такое системы координат? Ну, в первую очередь, сходите в справку. Довольно подробная справка описана, что такое проекции, что такое системы координат. Как минимум, ну, какие-то понятия надо бы хотя бы знать, да? Я вот просто цитата из справки. Система координат Географическая или так далее, то есть два типа существуют в системы координат в Аргисе, которыми он оперирует. Это географическая, основанная, собственно говоря, на сфере или сфероиде широта-долгота. Координаты у вас будут, в данном случае, храниться в десятичных градусах. И вторая, любая проекция, которая поддерживается Аргисе, там данные будут зависеть, собственно, от выбранной проекции. И выбранная проекция сразу сдает единицы измерения в этой проекции, когда вы выбираете. Для чего? То есть Аргис предполагает, что если у вас данные известны, в какой они системе координат лежат, то их можно на лету перепроецировать, можно физически перепроецировать. И Аргис может их интегрировать с другими данными, которые совместимы, собственно говоря, могут быть в любой другой проекции. Если эта проекция жизненно смесима с вашей, то он на лету вам их преобразует. Опять-таки справка. Просто вот цитаты и справки. То есть что такое геоид? Геоид – это у нас поверхность гравитационного поля со средним уровнем моря и так далее, и так далее. Здоровое, объемное понятие. Довольно подробные модели геоидов сейчас получены с помощью спутниковых измерений вот этих GPS и GLONASS систем. Но чтобы упростить вот эту подробную модель гравитационной Земли, используется в картографии или сфера, или сфероид. Соответственно, для отображения разных территорий выбирается определенная модель сфероида какая-то, которая лучше подходит для отображения данных на данной территории. Соответственно, когда вот выбран этот сфероид, выбран центр, относительно которого этот сфероид развернут, он подтянут к вашей локальной области, это все вместе называется датум. Вот датум и географическая система координат в Аргисе – это практически одно и то же. Есть отдельное понятие датум в проекции, когда он там делается, но это практически одно и то же, практически синоним. Выбрали датум, значит, выбрали географическую систему координат, на которой она основана. Значит, я сейчас подтащу вам еще документацию, то есть, чтобы не голословно, где это все было и как это находится. Докс Аргис Комб, выбираем Аркмап, идем в Аркмап, здесь у нас есть карта. В карте у нас, идем в самый низ, картографические проекции. Что такое проекция? Что такое геоид, эллипсоид и так далее? Сейчас попробуем найти картинки, тут даже есть, как выглядит геоид, можно сходить посмотреть. Что такое геоид и чем он там отличается? Что такое сфероид, ну и так далее, да? Ну и что такое неизвестная система координат в том числе? Так, двигаемся дальше. Не перескочил? Нет. А, что такое географические преобразования? Соответственно, опять-таки, по сути, это вырезка исправки. Вот цитата в один в один, я просто взял ее и вставил сюда, в этот самый. То есть, соответственно, географическая система координат определяет, ну вот, модель представления Земли в данной конкретной проекции. Соответственно, вот здесь можно посмотреть, а, ну, когда вы переходите от одного датума к другому, то есть, у вас даже измерение вот этих вот широты, долготы в десятичных градусах поменяется, обязательно поменяется. В зависимости от того, какой датум за основу вы взяли, вы взяли где-то начало системы координат, относительно которой вы разворачиваете эту широту и долготу. Сейчас и GPS, и GLONASS, собственно говоря, берут центр масс Земли за точку начальную отсчета. Относительно нее разворачивают вот эти три оси. Одна направлена на север, на полюс, вторая, соответственно, дополняет его по Гривиничу на экватор, и третья, ну, правилом Буравчика, до третьей ось развернула. Вот это XYZ, которая развернута, это так называемая геоцентрическая система координат. Измерение в геоцентрической системе координат производится в метрах от центра масс Земли. Вот этот XYZ, который он там на сфероиде есть, в геоцентрической системе координат, это просто измерение в метрах от центра масс Земли по вот этим трем осям. z в данном случае это будет не высота это будет как раз просто в декартовой системе координат то есть третья координата опять-таки идем справку открываем ее сейчас я к сожалению мне приходится вот так это все тут разворачивать так где-то мышка не доехала это проекции географические преобразования были вот они географические преобразования значит соответственно как подбираются там методы какие методы существуют преобразования их там много разных мы посмотрим вот основные методы чтобы было понятно то есть метод трех параметров то есть у вас один датум находится в одной системе координат xyz геоцентрической другой находится в другой системе координат самый простой способ совместить системы координат просто подвинув начало системы координат одно и в другой методы математические опять-таки которые используют 7 параметров кроме того что вы эти оси сдвинули одно относительно другой вы их еще должны довернуть на определенный градус почему я о них рассказываю потому что вот этот метод преобразования который называется бурса вольфа в общем случае он соответственно описан в наших гостах всех 2001 2008 вот все три вот эти параметры 7 параметров которые приводятся в гостах они описываются вот этом вот этой формулы преобразование так уходим опять от теории показал справку да какие системы координат в аргисе поддерживается но опять вот там справку вы видели там прописаны все проекции которые он поддерживает но все забывают что у вас есть локальная папочка документация вместе с аргисом которая поставляется и вот эти три документа с каждой новой версии они меняются то есть там прописаны собственно поддерживаемый аргисом в ядре системы координат географические проекционные основанные на этих географических системах координат и географические трансформации каждый из них 100 имеет встроенный код какой-то и машина перепроецирование которое используется логик используют эти параметры как родные так меня слышно или нет съехал у меня куда-то хозяйство переходим государственным системам координат в россии разные используются проекции для разных задач от глобальных мировых до локальных местных и условных систем координат но у всех на слуху проекции с к 42 с к 63 с к 95 теперь гс к 2011 но в названии собственно год введения данной системы координат в действия для использования в государственных там картографических агентствах и так далее так далее все эти вот координаты государственные системы вернее координат это по сути геоцентрический датум начиная сорок второго года сфероид кроссовского западка закреплен был измерением гравитационными измерениями центром от земли его тело было закреплено где-то вот начало системы координат там далеко внизу выбран сфероид кроссовского сорокового года и он лежит в основе географической системе координат сорок второго года дальше применяем обыкновенную проекцию старых добрую универсальную поперечную меркатора которую формулу подработали два человека гаусс-кругер это не маркс ленин это два разных человека вот они упростили собственно говоря формула меркатора направив ось x в этой проекции на север и получили мы формулу знаменитого разворачивания широты долготы на плоскость соответственно особенность проекции всегда главный центральный меридиан значит любая проекция искажает как минимум одно из измерений площадь расстояния или форму что-нибудь одно в проекции гаусс-кругер искажается все что отстоит от центрального меридиана вправо или влево от него будет искажение и формы и площади и расстояние применимость проекции ограничено вы не сможете перепроецировать объекты которые например находятся в зоне 1 зону десятую ну по определению они туда не перепроецируются на лету но вы и из зоны десятый и зоны 1 можете перепроецировать все в географическую систему координат и получить широту долготу или например на веб-меркатора тоже можно перепроецировать понятно да примерно но показывая не буду сейчас переключаться work map вот если вы наберете наверху слово пул кого например нажмите кнопку поиск вам вернется все встроенные системы координат со словом пул кого который встроенный в ядро оргиса опять таки ну все-таки написано дима значит пойдем в дима сам написал отказываться нельзя но набираем система координат здесь набираем слова ну там я пул кого показал давайте наберу слова пызы что такое пызы не знаю набираем поискать и находим в европе у нас вот есть пызы это параметры земли описанные в гости соответственно вот в ядро аргис ничего мы не меняем уже встроена начиная там с 10 версии наверно 3 по крайней мере вот это уже было и вот это тоже было сейчас она дополнилась pz 90 11 версии 10 5 наверно ну так как это не только европейские вот эти вот 2 из рай считает что они глобальные а вот это все-таки локальная какая-то система понятно да переключаемся опять в презентацию соответственно кроме встроенных систем координат есть встроенные варгис преобразование чтобы преобразование у вас заработало показать давайте я покажу чуть попозже но я перечисляю то есть все что есть вот сейчас начиная опять таким наверно с 10 версии 31 наверно есть преобразование вот это вот вот она полностью повторяет преобразование гостов по госту 2008 из полкова 42 на вы же есть 84 прямое преобразование хотя гост описывает преобразование через пз 90 02 для 95-го года хуже немножко то есть там преобразование госта 2001 остались пока не меняем замкнул идем дальше что мы можем вам предложить на данный момент давно уже в принципе она есть но опубликован блок у нас костя нагарнюк перед самой конференции выложил блок идете вот туда в этот блок да мне все равно давай включены идем вот сюда скачиваем там архивчик этот архивчик распаковываем куда-нибудь в корень диска цели ты желательно в корень далеко не пряча эту папку содержимое этой папке там внутри архива есть документация как что надо после этого сделать нужно поставить переменное окружение вот такую я так как специально ее убирал я сейчас ее тоже должен буду у себя поставить поставить примерно также как у вас не забудьте после установки переменное окружение перезапустить все запущенные программы там арк каталог аркмап аргис про если не запущены сейчас поставлю покажу окрываем систему ну то есть там прописано и для windows 7 как поставить переменное окружение и как для windows там 8 10 переменные окружение переменные среды по-русски будет написано почему не вторника не знаю ну переменные среды здесь у меня она вот есть но она вот так за комментарий на мне чтобы она заработала надо чтобы она называлась правильно я сделаю вот так ok 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 это нам больше не нужно ну так как я сказал что надо аргиз перезапустить мне придется аркмап перестартовать то есть вы видели да вот мы если тут еще раз повторим да что мы тут можем поискать давайте к нему там на россию поищем ну вот что-то у меня в избранных нашлось тут тоже что-то на россию нашлось полярное вот такое вот там где слово раша встречается в проекциях она находилась закрываем этот аркмап ждем когда он у нас стартует пока у нас будет стартовать мы переходим как же работать с кадастровыми данными в аргиз у нас есть вместе с аргиз пользователи аргиз вернее могут у нас бесплатно скачать специальный модуль называется кадастровые инструменты опять-таки написано куда надо сходить что взять пока у меня аркмап загружается язык опять-таки вытащу вот так кадастровые инструменты то есть соответственно напишите там запрос вам придет ответ и придет ссылка как скачать его здесь же прописаны демонстрации как с ними работать поробные такие так далее что не позволяет сделать вы можете сходить на сайт росреестра и не бесплатная услуга у росреестра оплатная то есть если у вас там есть аккаунт вы сможете заказать кадастровую выпуску на объект недвижимости или заказать кадастровый план территории на целый квартал соответственно вам придет какой-то архивчик в котором будут храниться всякие хитрые xml документы вот эти xml документы с помощью вот этих кадастровых инструментов вы можете преобразовать в базу геоданных он вам автоматически конвертирует там или один файл или целую папку или что-то еще вы получите на выходе вот то что я вам уже показывал то есть какие то я не буду сейчас комментировать сам инструмент покажу примерно соответственно в момент конвертации он вам предложит выбрать систему координат какую-то можно оставить как я показал неизвестный вы не знаете какая она и вы сможете в принципе это кадастровый план территории распечатать и так с ним поработать но если вы сейчас получите этот выписку там правило прописано какая-то хитрая такое слово я сейчас артмап стартанет у меня я вам все это покажу там будет название вот инструментики вот они вот только мне надо будет теперь попасть добавить файлы добавим файл вот какой-то кадастровый план территории давим далее и вот тут написано хитрое слово мск 23 зона 1 это вам уже позволяет как-то индифицировать ту систему координат которые вы получите то есть местная система координат субъекта федерации 23 это краснодарский край зона 1 идем мы обратно в наш любимый аркмап закрываем здесь у меня где-нибудь каталог сейчас его найду кто кнопку каталога видит ой как хорошо о попали попали да ну сейчас мы сходим проекты дата плюс где конференции слова вот она конференция тут тут у нас что-то да мы сейчас я микрофон подержи вот то есть если мы посмотрим свойства да мне придется все-таки второй задействовать то есть неизвестная система координат но если мы сейчас вот здесь по ключевому слова россия ведем поиск все все нормально все хорошо мы получим вот здесь вот такие вот вот целый список да вот такой вот список получим систем координат это местные системы координат субъектов федерации то есть все которые можно было найти из официальных и открытых источников то есть по каждому субъекту нас интересует мы видели ключевое слово мск 23 ну ты так и будем сказать кадастры спокойно 23 зона 1 вот она мы его и применяем соответственно мы для всех этих объектов можем выбрать инструменты и автоматически присвоить вот эту систему координат мск 23 зона 1 я сейчас не буду там дальше что-то делать я сразу попытаюсь открыть проект подготовленный типа вот такого не будем тут ничего не ругайся как пионер ко всему готов значит посмотрите вот это у нас земельные участки сконвертированные вот он партнер с полученные из вот этого обменного формата xml которые мы заказали получили из осиестра сконвертированные в базу геоданных и у них присвоены вот эта система координат к застров 23 подчеркивание 1 она соответственно сразу находится в правильной системе координат вот блоком мы только что при вас присвоили эту систему координат а вот всяким там границам и всему остальному ну и присвоили мы сейчас попробуем к ним приблизиться они будут у нас скорее всего где-нибудь в районе африки находиться если мы присвоим систему координат то соответственно аргиз их будет перепроецировать в качестве подложки ну да у нас вот видите он там где-то хорошие такие слова знакомые всем то есть система координат не присвоенные у нас рисует где-то там вот в районе африки возвращаемся обратно к нашим другим визу лежит качестве подложки снимки из рай вот здесь у вас в свойствах когда вы такой слой добавляете так как фрейм данных у нас находится сама карта в проекции веб-мерка совместимого с этим слоем снимков сервисом а данные которые мы добавили у нас находится на пул кого 42 вы тут сможете выбрать какое-то преобразование вот список я вам давал там доступных по умолчанию теперь у вас появится вот такой список и вы сможете там их как-то преобразовывать идем дальше в описании да мы получили конвертировали показали тоже самое то есть показали что у вас появилось преобразование значит как производит аргиз вот это самое преобразование он у вас на литу берет одну систему координат и входную проекцию какую-то данных внутри себя преобразует эти данные широту долготу на вот той системе координат которая описана в параметрах проекция потом он переводит в ее вовнутрь самом геоцентрической системе координат работать не может но когда выполняет преобразование пересчитывает данные в геоцентрическую систему координат выполняет преобразование от это бурса вольфа в другую систему координат и делает обратное перепроецирование в географическую и в другой проект вот это у вас происходит на лету более того начиная с версии 10 3 такое преобразование может быть двойным то есть он внутри сделает у вас переход между двумя геоцентрическими системами координат понятно да что тут происходит чуть-чуть поговорим о точности такого преобразования вот гос 2001 года я вам просто его показываю там написано формула собственно пересчета описаны сфероиды на которых основан пз 90 тогда была введена описан сфероид кроссовского описан сфероид в же с их там большая малая полуусь описаны какие-то гравитационные поставить составляющие описана формула перехода от географической системы конце координат геоцентрическую формула перехода с одной геоцентрический координат на другой из геоцентрической координаты обратно на географическую это описано в гость длинные такие хорошие форму и там приведены вот такие параметры это перевод из ска 42 на пз 90 вот он первый раз появился в 2001 году гост и в первый раз его честно описали точность преобразования такого вот преобразования как видите то есть по каждой координате плюс-минус 2 метра по одной координате плюс-минус 3 метра и по осям одна десятая секунда разворот и кроме того коэффициент масштабирования тоже плюс-минус сколько-то я вам покажу там дальше точность такого преобразования а сейчас мы все-таки вернемся в оргмап я покажу что когда вы вот такое вот преобразование применили то вы в принципе можете подключить вот если сейчас заработает наша публичная кадастровая карта нам удастся уговорить подключиться к ней то когда вы такое преобразование получили о подключились как хорошо хорошо что вечером то есть мы соответственно просто данные из публичной кадастровой карты будем сравнивать с данными которые вот у нас лежат локально посмотрите совпадают все один в один понятно да а теперь так как я вот это все вам показал что она совпадает с публичной кадастровой картой то есть там где на публичной кадастровой карте у вас пришла выписка в местной системе координат субъекта федерации то у вас все инструменты и параметры проекции спасу те будут на руках но в публичной кадастровой карте то есть в игре не данные ведутся не все субъекты перешли и перевели свои данные на местную систему координат субъекта федерации там соответственно есть три часть субъектов в ска 42 на основе ска 42 местная система координат вида часть субъектов на основе ска 95 введена в параметрах проекции этого субъекта выбран нужный как раз географическая система координат полкова 95 или полкова 42 преобразование у вас тоже будут совпадать с публичной кадастровой карты если у вас выписка пришла в условный какой-то системе координат но этих параметров нет таких параметров порядка тысячи мы не сможем их в ядро встроить и они не все собственно говоря параметры пока еще на публичной кадастровой карте используется часть собственно кадастровых данных там хранится без системы координат то есть даже там если она условно и всегда удается преобразовать и она не такие данные на публичной кадастровой карте не публикуются но и про точность преобразования давайте мы откроем во всех остальных гостов включая последний гост параметры тут есть и по госту 2011 года то есть гост вернее 2017 года и есть параметры перехода на гск 2011 в какую проекцию в этой гск вы будете приходить в какую зону это уже другой разговор и я попробую вам показать точность преобразования то есть последнее что я сделаю все остальные госты вот эту точность пропускают гост 2008 года повторил гост 2001 года ввел пз 90 02 и прописал новые параметры перехода с ска 42 на пз 90 02 но там же остались переп параметры перехода на пазы 90 но уже без указания точности такого преобразования я взял 4 точки вокруг вокруг москвы то есть не по всей стране да а вокруг москвы и соответственно в соответствии вот с этими преобразованием сделал плюс минус максимум минимум сколько там смог смог ну нельзя сказать что это много но тем не менее если мы померяем вот эту вот штучку мы понятно да порядка четырех метров ну точнее не может быть хуже как показывает практика может быть точнее не может быть соответственно переход с ска 95 на пз 90 более точный там дециметровая точность но есть еще погрешность преобразования между пз 90 пз 90 02 на вы же с самое точное преобразование это собственно пз 90 11 на вы же с он практически совпадает уже сам сфероид его центр нужно понимать да что это зафикс в же с 9 8 4 который якобы это зафиксированный какой-то геоид сама земля вся меняется плиты двигаются центр масс земли скачет туда-сюда и для навигационных космических целей ежеквартально европейское агентство выпускает альманах сборник поправок для своей системы американцы для вы же с выпуская такие же поправки и вот собственно пз 9011 тоже это какой-то альманах на какое-то время много из к 2013 2011 это тоже попытались зафиксировать геоид в какой-то там состоянии соответственно не трогая ему на этом собственно все вопросы можете задавать мы